Всем привет! С вами Ирина Якутенко. И сегодня мы внезапно поговорим о ковиде. Помните такое слово из далекого прошлого? Точнее мы поговорим о ковиде в Китае, потому что новости оттуда выглядят, мягко говоря, весьма тревожными. Сообщают, что с каждым днем количество новых случаев в Китае растет, тренд выглядит очень угрожающе. Мы сразу вспоминаем знакомую нам всем экспоненту власти, которые вроде бы вот-вот собирались открываться. Китай так и не открылся, несмотря на то, что пандемия уже три года. Теперь, видимо, все эти усилия по открытию затормозятся еще больше. В Китае возникают протесты, потому что люди устали сидеть в ограничениях. Более того, вот несколько дней назад произошла трагедия. Пожар в доме в городе Урумчи унес жизни гораздо большего количества людей, чем мог бы, потому что люди не смогли выбраться из горящего здания, которое было закрыто на как раз карантин по случаю обнаружения у кого-то из жильцов коронавируса. С другой стороны, пожарные не смогли проехать, потому что дороги были перекрыты, опять же, из-за коронавирусных ограничений. Как мы помним, Китай лихо закрывает целые кварталы, если обнаруживается кластер распространения коронавируса. Вот об этом, обо всем мы и поговорим. А именно о том, как так вышло, что Китай из страны, которая в начале пандемии, благодаря крайне жестким мерам, победил, полностью победил коронавирус, сведя количество случаев буквально к нулю, в то время как остальной мир задыхался в бесконечных коронавирусных волнах и на улицах стояли холодильники с трупами. Как так вышло, что сейчас весь остальной мир живет, ну, в общем, не обращая особого внимания на коронавирус, хотя, конечно, мы следим за цифрами. В тех или иных местах периодические цифры становятся больше, чем нам это нравится, но тем не менее, в общем и целом, больше никто особо никак не реагирует. Да, у нас появилась новая болезнь, еще одна опасность, которая усложняет нам жизнь, а для многих людей добавляет существенно рисков в этой жизни. Но, тем не менее, мы живем как до коронавируса, все открыто, бары, рестораны, можно везде путешествовать. Короче, в общем, более или менее мир вернулся к доковидному образу жизни. Тут, конечно, другие проблемы возникли, но хотя они тоже, может быть, и связаны с ковидом, да, возникновение войны в Украине, я имею в виду, но это все-таки другая история. Если как бы вынести это за скобки, мир более или менее вернулся к доковидному образу жизни, в то время как Китай продолжает оставаться закрытым, и кажется, никаких перспектив, что открытие в ближайшее время состоится, нет. Как вышло, какие ошибки допустили китайские власти, и какие ошибки они продолжают допускать, и почему ситуация, в общем, скорее всего, радикально не исправится. Но прежде чем мы перейдем к этому, хочу традиционно попросить вас, если вам нравятся мои видео, поставьте лайк этому ролику, поставьте лайки другим роликам, которые вы смотрите, потому что это поднимает их выдачи, подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео, и, конечно, подпишитесь на меня на платформах Патреон и Бусти. На Патреоне можно донатить в евро, на Бусти в рублях, и это очень важно, потому что мой независимый канал существует на ваши донаты, и, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех тех, кто уже это сделал, кто уже подписался на меня на платформах Бусти и Патреон. Спасибо вам большое, я очень ценю вашу поддержку. Итак, что же происходит в Китае, и как мы дошли, они дошли до жизни такой? Прежде чем обсудить это, давайте сначала обратимся к цифрам, а что, собственно, там происходит, потому что одно дело заголовки в новостях, а другое дело реальные цифры. Вот я открываю статистику новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Китае, и вижу, что на 28 ноября было зарегистрировано 39 тысяч новых случаев, а среднее за предыдущие 7 дней, то есть до этого примерно в среднем 7 дней до 28 ноября регистрировалось около 30 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Ну, вроде 30 тысяч много звучит, да, но давайте для сравнения откроем, например, Германию, страну, в которой не происходит никакой катастрофы, никто не трубит во все трубы, нет больших заголовков, вообще никто не интересуется коронавирусом, тут в Германии свои проблемы, и на него никто не обращает внимания. Давайте посмотрим, что у нас в Германии. Вот, например, статистика за, скажем, 25 ноября. Мы видим, что 25 ноября было зарегистрировано почти 25 тысяч новых случаев. Среднее за предыдущие 7 дней ежедневное составило примерно 24 тысячи случаев. То есть в 86-миллионной Германии в среднем 24-25 тысяч случаев в день, а в полуторамиллиардном Китае у нас 34 тысячи случаев в день. То есть понятно, что относительно в Германии гораздо больше, потому что в Китае полтора миллиарда, а в Германии 86 миллионов. Да, в Германии тренд стабильный, то есть мы не видим никакого роста, это более или менее плато, но с какими-то небольшими всплесками и прогалинами. В Китае же мы явно отчетливо видим рост, то есть мы видим, что с каждым днем количество случаев увеличивается. А мы помним, как это опасно в случае коронавируса. Экспонента – это такая математическая функция. По законам экспонента распространяются вирусные заболевания, и она характерна тем, что сначала она очень медленно растет, а потом она неожиданно и очень быстро становится колоссальной. Ну, все знают притч про мудреца, который просил за какую-то услугу плату. Он сказал, что вот шахматная доска, на одну клеточку я положу одно зерно, на следующую два зерна, на еще очередную клеточку шахматной доски четыре и так далее. Ну, то есть каждый раз буду удваивать количество зерен. Ну, Шак засмеялся, типа, ха-ха, какой глупый человек, а еще мудрец. Ну, выяснилось, что во всем его царстве не найдется столько зерна, чтобы положить на последнюю клеточку шахматной доски, потому что экспонента растет очень быстро. Поэтому, да, в Китае, в общем, цифры точно такие же, как на порядке более маленьких странах, но тренд у нас идет явно на увеличение. Ну, хорошо, увеличение увеличением, но почему в Германии, в Англии, во Франции никто на эти цифры не дергается, а в Китае очень сильно дергаются? И почему в Китае, собственно говоря, происходит такой быстрый рост, в то время как в других странах, которые, в отличие от Китая, совершенно открыты, никаких ограничений во многих из них уже давным-давно нету, такого взрывного роста не происходит. Особенно это удивительно, учитывая, как развивались события в первой, так сказать, половине первой, даже третьей пандемии, когда коронавирус только-только пришел. Китай сначала упустил его, а потом срочно стал принимать меры, закрутил гайки полностью, закрывались на карантины целые города, например, Ухань, с которого началось распространение вируса, был закрыт много недель на полный карантин, там были всякие жуткие истории, люди выбрасывали из окон домашних животных, потому что они могли с ними гулять, покупать им еду, с другой стороны, государственные служащие, были такие видео, забивали палками корги, потому что то ли у нее был положительный тест, то ли у ее хозяина был положительный тест, и, соответственно, животное было экспонировано, ну, какие-то там жуткие вещи происходили, но благодаря таким супер жестким мерам Китай свел количество новых случаев заболевания до нуля, и пока весь мир сидел в карантинах и в ужасе, потому что тогда не было ни лекарств, ни понимания, как все это будет развиваться, и смертность была очень высокая. Китай купался в бассейне, там люди ходили в торговые центры, и, в общем, все было прекрасно. Что случилось, когда произошел перелом, и почему он произошел? Факторов, которые способствовали вот такому перевертышу и переходу Китая из страны-лидера по борьбе с коронавирусом в глубоко отстающую страну, в единственную, наверное, страну в мире, которая остается с такими жесткими ограничениями, факторов этих два. Именно, ну, давайте начнем по порядку. И первый фактор, который поспособствовал нам этому не в хронологическом порядке, а просто так удобнее рассказывать, это вариант омикрон. Точнее, сначала даже дельта, но омикрон в гораздо большей степени. Что это за варианты, и почему именно они переломили тренд? Ну, как мы успели заметить за эти три года, коронавирус очень сильно изменяется. Изменяется он потому, что он приспосабливается к человеческой популяции, и методом проб и ошибок подбирает оптимальную стратегию сосуществования с людьми. Ну, что значит методом проб и ошибок? Ну, просто выживают и размножаются, преимущественно размножаются те вирусы, которые лучше остальных умеют заражать других людей. Вопреки тому, о чем говорили многие люди в начале пандемии, вирус не становится более патогенным с годами, как и не становится он, впрочем, и совершенно легким, как легкая простуда, потому что ни патогенность, ни более легкое течение заболевания не подлежат отбору. Отбор вирусов для дальнейшего размножения происходит по фактору, как удачно они могут заражать других людей. Насколько много людей, один вирус из одного хозяина, могут заразить те вирусы и получают преимущество при дальнейшем размножении. Соответственно, все дальнейшие изменения происходят уже на базе этих вирусов, потому что вирусы, которые менее удачно заражают других людей, они отбором изымаются. Ну, например, да, вирус, который плохо распространяется, и при этом очень патогенный, его потомки не будут иметь успеха, потому что жертва умрет, никого не заразив. Ну, значит, вот эти успехи вируса в плане убивания хозяина дальше дальнейшего применения себе не найдут. Поэтому в случае коронавируса у нас идет отбор именно на очень хорошо умеющих передаваться от человека к человеку в вирусах, на очень трансмиссивных вирусах. Это принципиально в случае ковида, потому что он распространяется на досимптомной стадии и на раннесимптомной стадии. То есть не нужно, чтобы человек истекал соплями, умирал и кашлял, для того, чтобы распространиться. Он прекрасно распространяется, у вас уже полно вируса в верхних дыхательных путях, пока вы еще себя прекрасно чувствуете, возражаете других людей. Поэтому отбора на тяжесть заболеваний не происходит, но происходит отбор на а способность передаваться другим людям, а б уходить от антител. Этот отбор, второй вот на уход от антител, пошел не с начала пандемии, а после того, как достаточное количество людей в мире тем или иным способом приобрело антитела к коронавирусу. Либо переболев предыдущими версиями коронавируса, либо, и тут мы доходим до второго фактора, который способствует тому, что в Китае все плохо, привившись. Соответственно, что происходит в этой ситуации, когда все больше людей приобретают антитела к какому-то патогену, в данном случае к коронавирусу? А происходит то, что вирусу становится хуже жить. Он перепрыгивает с одного человека на другого, а у того же антитела, которые его немедленно обнаруживают и убивают до того, как он успеет передастся следующей жертве. Соответственно, помимо способности передаваться от человека к человеку, у коронавируса начался очень интенсивный отбор на способность уходить от антител, выработанных на предыдущие варианты коронавируса. И вот это было большой неожиданностью для ученых. Выяснилось, что коронавирус наш, SARS-CoV-2, очень хорошо умеет это делать, очень хорошо умеет уходить от антител. В итоге, что получается? Получается, что люди переболевают или прививаются от коронавируса, у них появляются антитела, но коронавирус меняется, и значит, он снова может заражать тех же людей, которые уже имеют иммунную защиту, имеют антитела против других версий коронавируса. Далеко не все патогены такие высокоизменчивые и могут так хорошо изменяться, не теряя при этом своего основного свойства, способности заражать других людей, передаваться другим людям. Наш коронавирус умеет и от антител уходить, и других людей заражать. Это началось еще во время дельты. Сначала, точнее, был очень заразный штамм альфа, но потом появился дельта, который тоже был очень заразный, но еще и умел заражать тех, у кого были антитела после вакцинации, либо после встречи с другими штаммами, умел хорошо их заражать. И, конечно, абсолютным чемпионом по обоим этим качествам и заразности, и способности уходить от антител оказался омикрон. И все современные варианты коронавируса являются, которые имеют значение, потомками омикрона. То есть все остальные варианты перестали иметь значение, они уже настолько в архивах сохранились, и альфа, и бета, и гамма, и мю, там были патогенные, например, бета, который достоверно вызывал более тяжелое течение болезни. Он канул в лету, потому что он не смог конкурировать с гораздо более хорошо передающимся омикроном, который умел заражать людей, даже если они уже болели, или вакцинировались, или вакцинировались, или болели. Но почему в Европе, в общем, омикрон унес, конечно, очень много жизней? Если мы посмотрим на график, то мы увидим, что омикрон унес столько же жизней, сколько дельта, которая считалась патогенной, омикрон считался легким, согласно лабораторным тестам, тестам на животных, но выяснилось, что по общему зачету дельта и омикрон унесли одинаковое количество жизней, ну, просто потому что омикрон заразил гораздо больше народу, еще тех, кто переболел в прошлый раз, добил тех, кого не добила дельта, например, кто в прошлый раз заражался, поэтому в итоге он оказался, в общем, по количеству смертей тоже весьма успешным. Но в целом ситуации на Западе, на глобальном Западе, в принципе, во всем мире, кроме Китая, выглядит следующим образом. За предыдущие три года развития пандемии популяция в мире приобрела, так или иначе, иммунитет коронавирусу, либо переболев, либо привившись, либо переболев и привившись в разной последовательности. Что я подразумеваю под словом иммунитет? Иммунитет у нас складывается из нескольких компонент, но для нас сейчас принципиально две основные – это компонент антител и клеточная компонента. Компонент антител отвечает за первичную встречу с вирусом из-за защиты от заражения. То есть антитела – это такая система быстрого реагирования, они должны предотвратить заражение или предотвратить быстрое распространение вируса в организме, если заражение всё-таки произошло. Но помимо антител у нас ещё есть клеточная составляющая иммунитета. Они, понятно, не независимы, они связаны друг с другом, но мы для упрощения их будем рассматривать отдельно. И, грубо говоря, за защиту от тяжёлого течения, от вот этих всех неприятных последствий, которые даёт коронавирус, цитокиновый шторм, вот это множественное нарушение в разных органах, проблемы со свёртывностью крови и так далее, это всё реакция на коронавирус, он её провоцирует, он хитрый, он способствует тому, что иммунная система начинает вот так неадекватно реагировать. Но, в общем, короче, за переход болезни в тяжёлое течение, за развитие симптомов уже до той фазы, после которой начинаются цитокиновый шторм и все вот эти прелести, отвечают главным образом клеточные составляющие иммунитета, которые, по счастью, нашему счастью, к вот этим бесконечным мутациям коронавируса менее чувствительны. В итоге что получается? В итоге во всём мире, кроме Китая, люди приобрели так или иначе антитела к коронавирусу и защитные клетки иммунные, которые защищают нас от тяжёлого течения. Антитела имеют очень ограниченный срок годности в наших нынешних реалиях, потому что коронавирус всё время мутирует, и антитела, которые были годны и хорошо узнавали эту версию коронавируса, там 1.0, уже очень плохо узнают или хуже узнают, там, версию 1.7, 2.1, и следующую, следующую, следующую. Поэтому картина оказывается следующая. Люди во всём мире прививаются, болеют, получают антитела и К-клетки, защищающие их от коронавируса и тяжёлого течения коронавируса. На какое-то время антител хватает для того, чтобы они снова не заболевали. Потом, с некоторой вероятностью, эти люди могут снова заболеть коронавирусом, снова переболеть им, но уже, скорее всего, в менее тяжёлой форме, если у них нет иммунодефицита, если они не очень пожилые, нет у них тяжёлых каких-то состояний, потому что клетки, клеточная компонента иммунитета обеспечивает им защиту от тяжёлого течения. В итоге, вот эти, ну, как бы, кажущиеся довольно большими цифры, да, там, 25 тысяч в день, хотя, кстати, на пике в Германии было и 200 тысяч, и больше 200 тысяч в день, ну, 25 тысяч тоже, в общем, не так мало, они никак особенно уже не влияют на ситуацию в здравоохранении, потому что люди, которые болеют, там, второй, некоторый, третий раз, если у них нет иммунодефицитов, ну, они не нуждаются во врачебной помощи, не происходит коллапса здравоохранения, то, чего мы боялись, когда у нас ещё не было толком ни стратегии лечения, ни вакцин, ничего не было, мы боялись, что у нас просто нагнётся здравоохранение, потому что больницы очень быстро забивались людьми, у кого коронавирус переходил в тяжёлое течение, следующими забивались реанимации, потому что у многих из тех, у кого коронавирус перешёл в тяжёлое течение, уже в критическое состояние у них развивалось, им уже нужна была помощь просто в отделении интенсивной терапии, поэтому сначала забивались больницы, потом забивались реанимации, соответственно, никто, кроме коронавируса, не мог туда попасть, но, естественно, там выделялись какие-то отделения, свободные от коронавируса, но их оказывалось гораздо меньше из-за того, что часть отделения была занята больными, плюс огромное количество врачей болело, потому что это, конечно, первый эшелон, они первые сталкивались с вирусом, наверное, кто-то помнит, да, ещё мемориалы погибшим врачам и медсёстрам, работникам здравоохранения, потому что на ранних этапах огромное количество медиков умерло от коронавируса, потому что они постоянно были экспонированы к высоким дозам этого вируса, и мы не умели лечить, но, в общем, ситуация была малоприятной, сейчас такого нет, потому что только люди из групп риска, те, кто так и не удосужился привиться, пожилые люди с иммунодефицитами, у них с высокой вероятностью может развиться тяжёлое течение, они попадают в больницы в реанимации, но это не приводит к коллапсу, это как бы у нас постоянный фон, то есть у нас теперь, как во всех других странах, да, кроме Китая, мы вышли на новый уровень сосуществования с вирусом, мы заболеваем им, это как грипп, да, только более неприятный, чем грипп, более неприятный, чем грипп полячка, то есть нам, ну, как бы немножко надо увеличить коечный фон, или даже не надо, если был запас, то запас просто станет чуть меньше, то есть у нас есть некоторые, которые, какой-то постоянный фон людей, которые в больницах и в реанимациях с коронавирусом, Но это не приводит к никакому коллапсу. Все системы продолжают работать нормально, офисы не закрываются, поэтому мы продолжаем сосуществовать. Благодаря чему удалось достигнуть такого эффекта? Благодаря вот этому второму фактору, который я уже назвала, благодаря вакцинации. Потому что в развитых странах, у которых были деньги на вакцину, все-таки и был не очень высок процент антивакцинаторов, значительный процент населения удалось вакцинировать. Это значит, что эти люди получили иммунную защиту, первичную иммунную защиту, не встречаясь с вирусом, от которого есть высокий риск тяжело заболеть и умереть, а безопасным путем через вакцинацию. Это позволило гораздо быстрее, чем естественным путем и с гораздо меньшими, может не быстрее, кстати, но как минимум с гораздо меньшими экономическими потерями и потерями в жизнях людей создать вот эту большую прослойку, коллективный иммунитет фактически, который и обеспечивает нам сегодня вот это относительно комфортное сосуществование с вирусом, когда мы можем снова заболеть, но мы, скорее всего, уже не умрем, особенно если и когда наши регуляторы наладят более или менее регулярный режим вакцинации, чтобы мы, в общем, поддерживали немножко апдейт своих антител, потому что не все же заболевают. Я, например, последний раз болела год назад, вообще единственный раз, и с тех пор не болела. Поэтому, ну, в общем, понятно, что, наверное, у меня уже антительная защита, возможно, могла упасть, поэтому неплохо делать какие-то регулярные бустеры. Пока сейчас у нас нет таких рекомендаций, но, очевидно, со временем они появятся, и мы так и будем сосуществовать с этим вирусом, потому что благодаря вакцинации мы смогли получить хорошую защиту. А, еще важный момент, те вакцины, которые были просто фантастически быстро разработаны и оказались невероятно эффективными, МРНК-вакцины в первую очередь, другие вакцины, типа векторных и потом субъединичных, они, ну, субъединичных нет, там просто нет таких данных, потому что они позже появились, векторные оказались чуть похуже у них, и побочка кое-какая есть неприятная для определенных групп людей, и эффективность у них пониже, но, тем не менее, МРНК-вакцины и, в общем, другие тоже помогли создать очень эффективную защиту от тяжелого течения. То есть, да, от заражения сегодня эти вакцины нам не помогают, потому что омикрон и его потомки многочисленные мутируют как сволочи, и уходят они от антител просто стремительно. То есть, только вот ты сделал новую вакцину, у нас же уже апдейченные вакцины, да, везде в Европе, на Западе, которые уже содержат компоненту против омикрона тоже, там уже новые варианты омикрона, которые уже ушли и от этих апдейченных вариантов тоже. Но нам и нет смысла так гнаться за каждым вариантом, потому что базовая защита от тяжелого течения, которая обеспечивается во многом клеточной компонентой, вакцины, которые у нас есть, они ее обеспечивают очень хорошо. Поэтому-то мы можем относительно благополучно сегодня сосуществовать с вирусом, потому что, даже если мы заболеваем, мы тяжело не болеем, мы обеспечили себе безопасным путем защиту от тяжелого течения. В развивающихся странах, конечно, это полное безобразие. Была вот эта совершенно безобразная история с вакцинами, что нет, богатые страны не предоставили развивающимся странам вакцины, хотя была эта программа, потому что бесплатно, значит, мы дадим им вакцины, нифига этого не сработало. И там, короче, просто все переболели. Кому не судьба, тот умер или остался человеком, который не может нормально существовать. Известно, что есть лон-ковид, у него тяжелые последствия, он может очень сильно портить жизнь. Ну, кто молодой был и крепкий, ну, ура, переболел без последствий, ну, или там, просто помущился две недели, а теперь у него есть антитела, и они тоже перешли в эту фазу, да. Без вакцин у них ситуация будет хуже, потому что... И без лекарств, потому что, естественно, лекарств у них тоже нет, потому что старики, люди из групп риска, люди с иммунодефицитами, для них каждая новая встреча с коронавирусом может оказаться последней, потому что нет способов предотвратить тяжелое течение, в отличие от Запада, где эти способы есть, и их много разных есть, и на ранних стадиях, и даже есть преконтактная, доконтактная профилактика, есть антитела моноклональные, астрозенековские, которые хорошо работают именно как средство профилактики. То есть если вы еще не встречаетесь с коронавирусом, и вам бы нехорошо с ним встречаться, потому что, например, вы находитесь на химиотерапии, или у вас снижен иммунитет, или вам там 87 лет, то можно раз в полгода колотить антитела и снижать таким образом, это как бы пассивная иммунизация. То есть в вашей крови плавают постоянно антитела, и если вирус вдруг, вы с ним встречаетесь, не знаю, в кафе, то они его узнают и не дают ему размножиться настолько, чтобы спровоцировать тяжелое течение. Плюс у нас есть протоколы лечения на разных стадиях течения болезни, на легкой, ничего не надо делать. На средней, если уже больнице нужна, в основном поддерживающая терапия, и на более тяжелых стадиях есть уже свои протоколы. Плюс сейчас для групп риска есть, помимо моноклональных антител, препараты, которые даются на ранних стадиях, например, пакславит, это ингибиторы одной из протеаз коронавируса, которые, опять же, не дают коронавирусу размножиться настолько, чтобы вызвать тяжелое течение. Короче, у нас полный арсенал, как вы поняли. Много это я сейчас стараюсь быстро перечислить, чтобы не отнимать время. У меня и так, как обычно, длинное видео. У нас много чего сейчас есть для того, чтобы относительно комфортно сосуществовать с вирусом. И, в общем, ну, как бы, да, он есть, стало жить немножко опаснее. Ну, ничего, как бы, прорвемся. Почему в Китае этого не произошло? Возникает вопрос. Ведь Китай, в отличие от того, что рассказывали по российскому телевизору, Китай был первой страной, который создал вакцину от коронавируса. До спутника. Спутник с огромным количеством нарушений. Его зарегистрировали первым. На самом деле, вторым. Потому что первой была, по-моему, консина. Одна из китайских вакцин. И с тех пор они сделали очень много разных вакцин. Вот я сейчас даже открою страничку, в которой перечислены китайские вакцины. Сейчас у них 4, 5, 6, 7. Минимум 7 вакцин, которые одобрены в Китае. И по официальной статистике, в Китае привито 89,7% населения. Это больше, чем, например, в Германии. Это вообще сравнимо с такими рекордсменами, вроде Португалии, Новой Зеландии или Австралии. Западными рекордсменами я имею в виду. То есть, казалось бы, я противоречу сама себе. Я говорю, что в других странах все благодаря вакцинации. Кто не вакцинировался, тот переболел. Достигнут вот этот коллективный иммунитет, который позволяет жить комфортно с вирусом. Но в Китае этот уровень вакцинации даже больше, чем на Западе. Как так? Почему так получается, что на Западе все в порядке, а в Китае боятся чихнуть и приоткрыться, потому что говорят, что это приведет к катастрофе в здравоохранении? Ну, тут сразу много объяснений. Первое объяснение, я не могу его доказать, но я не могу его не упомянуть. Первое объяснение, что Китай – авторитарное государство с частично плановой экономикой и известно по другим историям из Китая, что статистике надо из Китая доверять осторожно. Вот эта цифра 89,7 вызывает некоторые вопросы. Действительно ли это 89,7 или это 70, или это 60? Для такого заразного вируса, как омикрон, для того, чтобы популяционный иммунитет хорошо работал, нужно, чтобы антитела были очень у большого количества людей. Там есть графики, которые позволяют вычислять в зависимости от степени заразности вируса, какой процент населения должен быть вакцинирован. И чем более заразный он, тем ближе этот процент к 100% уже становится. И в случае омикрона – это высокий процент. То есть, возможно, реальная цифра чуть ниже, чем официальная, и этого недостаточно для того, чтобы обеспечить вот этот популяционный иммунитет с комфортным уровнем соосуществования. Второй момент. В Китае свои собственные вакцины. Ни одной вакцины, которая была одобрена другими развитыми странами – США, Европейским Союзом – в Китае нет. В Китае все собственные вакцины, причем абсолютное большинство из них относятся к типу инактивированных вакцин. Мы помним, наверное, еще про инактивированные вакцины. У нас в России была такая вакцина. Ковивак она называлась. И в других странах тоже были попытки делать инактивированные вакцины, но все лабораторные тесты, и там тесты на каких-то ранних стадиях клинических испытаний показывали, что они неэффективны. Что в случае коронавируса этот тип вакцин дает слабую защиту. Как от заражения, но это касается сейчас всех вакцин, так и от тяжелого течения. Вакцина инактивированная, то есть на основе убитого вируса, работает хуже, чем вакцины, например, на МРНК-технологии, основанные или на основе векторной технологии. В Ковиваке, я в этом писала и рассказывала, были статьи, выходили в России мало данных, к сожалению, по вакцинам, но выходили статьи российские, которые показывали, что среди российских вакцин эффективен спутник, векторная вакцина, то есть вакцины на основе аденовируса. Не буду сейчас даваться в детали. Кому интересно, я оставлю ссылки в описании видео. Я много и подробно рассказывала, что это за тип вакцин. Вакцины, короче, они эффективнее. А вакцины на основе убитого вируса плохо работают, плохо защищают не только от заражения, но и от тяжелого течения. Нет, они какую-то защиту дают, но не такую большую, как могла бы быть нужна, например, пожилому человеку, для того, чтобы разумно снизить риски. Еще одна вакцина в Китае субъединичная, еще одна векторная консину. Учитывая, сколько инактивированных вакцин, можно предположить, что довольно много народу получило вакцинацию именно этими вакцинами, которые отличаются не очень высокой эффективностью. Что это означает на практике? А на практике это означает, что если Китай сейчас, привив население, неизвестно сколько населения, предположим, что это чуть меньше, чем заявленные 89,7%, тем более вот сейчас люди, которые работают в Китае, корреспонденты. И, кстати, не сейчас, и в начале пандемии они говорили, что особенно низкий процент вакцинации среди пожилых людей. Потому что в Китае, так же, как в поликлиниках на постсоветском пространстве, там еще традиционная медицина в Китае, короче, врачи любят отговаривать пожилых людей, вакцинироваться, потому что, ну вот у вас диабет, и еще у вас вот хронические проблемы с легкими, вакцинация для вас опасна будет, наверное, не надо этого делать, мало ли что. Говорят они человеку, обрекая его, в общем, на очень вероятную смерть от коронавируса, потому что при таком анамнезе последствия тяжелые от коронавируса, ну, практически гарантированы. И, тем не менее, в Китае тоже такой подход практикуется. То есть, что можно предположить? Что в Китае некоторые, возможно, ну, какой-то процент населения привит не очень эффективными вакцинами. При этом среди пожилых людей доля привитых существенно меньше, чем среди остальных. Это видно даже по официальной статистике, сколько людей получило бустер. Там среди пожилых порядка 40% получило бустер, среди, то есть третью дозу, среди людей помладше, там, типа 60 с чем-то процентов получило бустер. Короче, да, мы знаем, что защиту хорошую дают нам все-таки три дозы, а не две. Короче, у нас есть большой процент китайского населения из группы риска, пожилые люди, которые не имеют достаточной защиты. А это означает, что если сейчас отпустить ситуацию, открыть границы и дать возможность развиваться экономике, а она стагнирует, это вам экономисты лучше расскажут, но, наверное, ни у кого нет сомнений, что из-за коронавируса сильно просела китайская экономика, потому что толком она так и не вышла на нормальный уровень работы с начала пандемии. Если сейчас, чтобы спасти экономику, да, принять такое решение, давайте спасать экономику, китайские власти открутят ограничения, вирус начнет распространяться, потому что мы только что говорили, современные вакцины, даже очень хорошие, не защищают от заражения, вирус слишком быстро мутирует. Немедленно начнется распространение вируса, мы уже это видим, у них такая подозрительно экспонентоподобная кривая наблюдается уже сейчас. То есть вирус начнет широко распространяться по популяции. Если бы у всех людей была хорошая защита от тяжелого течения, ну, это было бы проблемой, учитывая, что их полтора миллиарда, но не такой большой проблемой, так как их полтора миллиарда, и у них, судя по всему, достаточно людей, в том числе пожилых, не имеют хорошей защиты из-за, судя по всему, не таких хороших вакцин, как МРНК-вакцины, как там векторные вакцины западные. Ну, так бывает, не всегда вакцины удаются. Плюс, да, данных по китайским вакцинам, как и по российским, например, у нас очень мало, хотя по китайским больше. Это надо признать по некоторым из них. Вероятность того, что у них случится коллапс здравоохранения, очень высока. Потому что, когда вас полтора миллиарда, даже если незначительный процент населения получит тяжелое течение, при резком распространении вируса это произойдет быстро, эти люди попадут в больницы, забьют больницы, потом в реанимации, часть из них попадут, забьют реанимации. Когда полтора миллиарда, это может случиться настоящий коллапс. Плюс можно предположить, что, например, в сельской местности обеспеченность больницами совсем не такая, как в городской местности. Поэтому идея открутить и снять ограничения резко выглядит не очень хорошей, потому что при том уровне защиты, который есть сейчас, это приведет к проблемам. Идея, давайте не будем откручивать, давайте обратно закрутим, давайте еще немножко посидим в карантине. Чего там, уже с недели три года, еще немножко посидим в карантине. Потому что они там сначала отпустили, как я говорила, победили до нуля, а потом пришли более заразные варианты, и они опять стали вот эту жесткую политику нулевой терпимости к ковиду проводить. Они не отменяли, собственно говоря, подразумевающую, что мы всех будем закрывать. Давайте еще немножко посидим в карантине. Это не решение проблемы, потому что это только отсрочит. Вот, все равно, все то же самое, все равно вирус так или иначе проникнет в Китай. Омикрон дырочку найдет, его невозможно сдержать, как мы уже заметили. Он все равно проникнет, и все равно начнется распространение, и все равно мы получим то же самое. Что же делать Китаю? И так нельзя, и так нельзя. Ну, как что делать? Ну, сказать можно только одно. Ну, не надо было три года вот этим вот заниматься. Можно было как-то договориться о поставках западных вакцин, о производстве западных вакцин. Если уж не получилось сделать свою вакцину, если попытались, это хорошо. Китай вполне мог бы сделать удачную вакцину, но не вышло. Так бывает. И до сих пор не получается. Ну, потому что МРНК-технологии, там есть некоторые секреты, которые, видимо, не получается воспроизвести. Отделиться ими вот так просто никто не будет. Поэтому можно было, короче, как-то договориться, поняв, что самим не получается, и получить себе эффективные вакцины и привить население. Тогда можно было открываться. Потому что, хотя в Китае будет больше народу в больницах, просто потому что у них народу больше, но в целом ситуация будет такая же, как везде в других странах, где мы сосуществуем с вирусом, но просто у нас появился еще один патоген. Что делать Китаю сейчас, уже не очень понятно. Уже понятно, что по-хорошему из этой ситуации выйти не получится. По-хорошему, без хороших эффективных вакцин, открыться вот так вот по-нормальному у Китая уже не выйдет. Поэтому сейчас придется уже идти по компромиссным каким-то вариантам. То есть, например, делать бустер всему населению и открываться потихонечку. То есть использовать стратегию сглаживания кривой. Мы ее тоже помним по нашим ковидным всяким стримам. Это когда мы держим часть ограничений, часть снимаем для того, чтобы дать вирусу немножко распространяться. Да, потому что мы понимаем, что прекратить распространение мы не можем с теми вакцинами, которые у нас есть, и с иммунитетом от болезни, которые у нас есть. Да, в Китае же еще нет иммунитета от болезни. Те, кто не привился на Западе, те переболели, потому что довольно сложно избежать заражения. У них тоже есть иммунитет к коронавирусу. Соответственно, они частично могут сопротивляться заражению, потому что это неполное отсутствие иммунитета. Соответственно, немножко замедляется распространение вируса. Плюс у них есть какая-то защита от тяжелого течения, потому что они переболели, выжили, значит, у них сохранилась эта защита. В Китае и этого тоже нет, вот этого преимущества, которое есть у западных стран, что кто не привился, тот переболел. И тоже свой вклад в коллективный иммунитет теперь вносят. Тогда в прошлом он мог кого-нибудь заразить, например, то есть это не очень хорошо, но сейчас уже как бы они работают на нас. В Китае и этого тоже нет. Поэтому единственный у них сейчас выход – это потихоньку открываться, используя стратегию сглаживания кривой и попробовать что-нибудь сделать со своими вакцинами, каким-то образом добыть эффективные вакцины. Как мы видим, эффективные вакцины очень-очень помогают. Мы сейчас ведем нормальную жизнь, а Китай – нет. И когда он придет к нормальной жизни – непонятно. Наконец, уже завершая тот факт, что Китаю ничего не удастся добиться вот этой своей стратегии нулевой толерантности к ковиду, стал ясен уже, наверное, на момент альфы. Когда появился уже более заразный вариант альфы, стало ясно, что он туда проникнет, а потом дельта, а потом омикрон. Стало понятно, что это бесперспективняк, этого не получится сделать. Единственное решение – это, сохраняя какие-то ограничения, предъявить население эффективными вакцинами, а потом открываться постепенно для того, чтобы создать вот эту ситуацию, к которой мы пришли сейчас. Китай этого не сделал, хотя говорили об этом все разумные эксперты. Почему? Ну, потому что Китай – авторитарное государство. Потому что в авторитарных государствах чаще, чем неавторитарных, принимаются неоптимальные решения, потому что нет людей с противоположной точки зрения, у которых было бы достаточно рычагов для того, чтобы повлиять на решения властей и изменить политику. Как мы помним, например, Англия в начале ковида избрала особый путь, что мы, типа, презираем коронавирус, мы будем легче к нему относиться. Но она быстро свернула с этого пути, когда поняла, что к чему хорошему это не приводит, когда Англия по шведскому пути попыталась пойти. Они это все быстро прекратили, потому что начались протесты, потому что стало ясно, что это плохая идея, и советники говорили, что так не надо делать. И так как демократические власти хотят быть переизбранными, они согласились, что, наверное, это не совсем правильно, и, в общем, более-менее в общий европейском русле стали двигаться дальше. В авторитарных странах такое менее вероятно, и, соответственно, мы видим, к чему это может приводить. У нас есть там, да, политологи вам расскажут лучше меня, какие еще примеры плохих последствий авторитарного управления у нас есть. Но в данном случае интересный кейс, как вот такая негибкость в принятии решений может в случае эпидемиологических проблем приводить к каким неразрешимым ситуациям, которые, очевидно, ну, когда-нибудь они разрешатся. Китай не развалится от всего этого, но это будет стоить китайской экономике. Многих лет отставания, многих, долей до процента роста ВВП, они могли бы расти гораздо быстрее, они потеряют гораздо больше денег, люди будут жить хуже в течение гораздо большего времени, чем могли бы, если бы Китай избрал бы ту же стратегию, что и остальные страны, которые, в общем, не оптимально с проблемами, с торможением, с множеством кривых решений, но вышли из всей этой ситуации, ну, относительно неплохо. Китай этого не сделал, и вот мы сейчас наблюдаем, как такое негибкое правление приводит к неиллюзорно плохим результатам. Вот, наверное, это все, что я хотела сказать по китайскому кейсу, потому что он сейчас всех интересует, что же происходит в Китае, а вот что происходит в Китае. Вот он еще один наглядный пример того, что вакцины работают, того, что они позволяют нам быстрее выйти из этой ситуации пандемии, вернуться к нормальной жизни, к сосуществованию с вирусом, если же этого не делать, если вовремя не понять, что вот такими мерами просто жесткого сдерживания мы не можем выйти из этой ситуации и не свернуть на нормальную дорогу, вот к чему это может привести. Поэтому, не знаю, мне кажется, это интересный урок о том, как все в этом мире взаимосвязано, и эпидемиология, может быть, напрямую связана с политикой, но, собственно, от чего она всегда связана. Мы и в России видели, как эпидемиология связана с политикой по-другому, чем в Китае, но тоже вполне совершенно прямым образом. Поэтому не стоит думать, что можно как-то зарыться в свою норку и не замечать происходящего вокруг, не замечать трендов политических и так далее. Нет, все связано, все вещи работают вместе, и поэтому хорошо бы быть осведомленным о разных вещах, о политике, о науке, и о науке помогает вам быть осведомленными мой канал, я надеюсь. Поэтому, если вам нравится мой канал, еще раз в конце призову вас подписаться на него, поставить лайки моим видео тем, которым вам нравится, подписаться на меня на платформах Патреон и Бусти, а я со своей стороны постараюсь и дальше рассказывать вам о происходящем в мире и освещать это с научной точки зрения, потому что практически обо всем можно рассказать с этой точки зрения. И часто выводы, которые при этом получаются, отличаются от выводов, принятых на основе каких-нибудь других подходов. И эти выводы позволяют нам сделать нашу жизнь лучше, более адекватно реагировать на те вызовы, с которыми мы сталкиваемся, и в итоге быть счастливее. А что еще надо? Всем спасибо, всем хорошего дня, пока!